Преобразование обыкновенных дробей в десятичную На прошлом уроке мы с вами рассмотрели преобразование десятичных дробей в обыкновенную Это было достаточно несложно сделать, для этого достаточно десятичную дробь было представить в виде обыкновенной дроби со знаменателем 10, 100, 1000 и так далее Хочу обратить ваше внимание, что, например, дробь 0,375 представима в виде обыкновенной дроби 0,375 И это сократимая дробь, выполняем сокращение, получаем результат 3,8 6,72 представима также в виде десятичной обыкновенной дроби 672,02 Это тоже сократимая обыкновенная дробь, выполняем сокращение, получаем 368,25 0,65 после сокращения представляется в виде обыкновенной дроби 13,02 Хочется обратить ваше внимание на знаменатели этих дробей 8, 25, 200 Все эти числа в своем разложении на простые множители имеют только простые множители 2 и 5 Напоминаю вам, что простое число – это то число, которое имеет только два делителя – единицу и само себя Можно заметить, что конечную десятичную дробь можно записать в виде обыкновенной дроби Несократимой обыкновенной дроби p делить на q И ее знаменатель, всегда q, будет иметь только простые делители 2 и 5 Справедливое и обратное утверждение, что если знаменатель нашей несократимой обыкновенной дроби не имеет других делителей, простых кроме 2 и 5, то эта дробь может быть представлена в виде конечной десятичной дроби Это условие и является условием для возможности представления обыкновенной дроби в виде десятичной дроби Рассмотрим на примере Например, дробь 11 сороковых Обращаю ваше внимание, что эта обыкновенная дробь несократимая И ее знаменатель число 40 в разложении имеет простые множители только 2 и 5 Значит, согласно нашему утверждению, эту дробь мы можем представить в виде конечной десятичной дроби Вторая дробь 17 шестидесятых Также является несократимой дроби И ее знаменатель число 60 раскладывается на простые множители 5, 2 и 3 Появляется простой множитель 3 Значит, согласно нашему утверждению, эту дробь нельзя представить в виде конечной десятичной дроби Как же выполнить представление обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь? Существует два способа Первый способ достаточно простой Для этого мы должны получить в знаменателе нашей обыкновенной дроби степень числа 10 10, 100, 1000 и так далее При этом мы используем с вами основное свойство дроби Например, дробь 3,20 Мы убеждаемся с вами, что эту дробь можно представить в виде конечной десятичной дроби Так как число 20 имеет простые множители в разложении только 2 и 5 Для этого и числитель и знаменатель этой дроби домножаем на число 5 Получается 15 сотых и записываем в виде десятичной дроби 0,15 Второй дробь 11 сороковых Это также несократимая обыкновенная дробь В разложении знаменателя на простые множители Также находятся только простые множители 2 и 5 Значит, согласно нашему утверждению, эта дробь может быть представлена в виде конечной десятичной дроби Чтобы записать, мы умножаем числитель и знаменатель на число 25 Получаем 0,275 Как же выполнить вторым способом? Второй способ более сложный, но он чаще применяется Для этого вы должны вспомнить деление уголком Чтобы представить обыкновенную дробь в виде конечной десятичной дроби, если это возможно Мы должны числитель с вами поделить на знаменатель Например, 0,782 Убеждаемся сначала, что эту дробь можно представить в виде конечной десятичной дроби Знаменатель имеет в разложении простые множители только 5 и 2 Значит, согласно нашему утверждению, это выполнить можно Выполняем деление числитель на знаменатель, получаем в результате значение 0,39 Давайте посмотрим еще на примерах Номер 963 Необходимо выполнить разложение обыкновенной дроби в виде десятичной дроби двумя способами Например, дробь 1,4 Сначала мы должны убедиться с вами, что эту дробь можно представить в виде конечной десятичной дроби Знаменатель нашей дроби 4 имеет в разложении простые делители только 2 Поэтому, согласно утверждению, ее можно представить в виде конечной десятичной дроби Чтобы выполнить это первым способом, мы должны числитель и знаменатель домножить на число 25 Получаем 0,25 Получаем 0,25 Или записываем в виде конечной десятичной дроби 0,25 Выполним теперь разложение этой дроби вторым способом Для этого числитель разделим на знаменатель уголком Каким способом мы с вами не выполняли разложение, мы получаем одинаковый ответ 0,25 Пример Б Аналогичный Он не вызывает затруднений у вас Так как 4,5, смотрите внимательно, это также несократимая обыкновенная дробь И ее знаменатель сразу является простым числом Домножая числитель и знаменатель на 2, мы получаем 0,8 Если посмотрим на ВЭГ, то хочется заметить одну особенность Дробь 0,24,25 Это сократимая дробь Раз она сократимая, значит, согласно нашему утверждению, чтобы мы убедились, что ее можно представить в виде конечной десятичной дроби Мы должны сократить на 3 Получаем 0,8 0,8 Это обыкновенная несократимая дробь И согласно нашему утверждению, ее можно представить в виде конечной десятичной дроби В результате получаем 1,6 Под буквой В аналогичным образом решается пример Обратите, пожалуйста, внимание Следующий номер, который предлагают нам в учебнике, номер 964 Нужно выполнить вторым способом представления обыкновенных дробей в виде конечных десятичных дробей Хочется обратить ваше внимание на А, Б и Г Пример Эти дроби, которые вам даны обыкновенно, они являются несократимыми А вот дробь под буквой В является сократимой Чтобы убедиться, что ее можно представить в виде конечной десятичной дроби, необходимо сократить на 3 Тогда в результате мы получим 16,5 И, согласно нашему утверждению, ее можно представить в виде конечной десятичной дроби Обратите, пожалуйста, внимание на решение Нам предлагали решить вторым способом То есть использовать деление уголком числитель на знаменатель Таким образом, сегодня мы с вами на уроке научились выполнять преобразование Которое состоится в том, что представить обыкновенную дробь в виде десятичной дроби Но, к сожалению, как мы уже убедились, не каждая обыкновенная дробь может быть представима в виде конечной десятичной дроби Чтобы это выполнить, надо обязательно выучить утверждение Чтобы закрепить материал, я предлагаю вам выполнить домашнее задание Если вы работаете по учебнику математика 6 класс, автор Никольский, пожалуйста, прочитайте пункт 5.1 На странице 190 выполните 961-964 номера, только вторые строчки Если вы работаете по учебнику математика 6 класс, автор Мерзляк, прочитайте, пожалуйста, параграф 16 И на странице 99 выполните, пожалуйста, задание 541-545 Желаю вам успехов, спасибо за внимание! Если Вы работаете по учебнику математики,��만 вам не делаете celebrations Или вас не делаете хотя бы на дроби Или Kalau вы думаете, пожалуйста, как вы свои деньги Или разуметоч Zahlen На задание 1.7 Если вы хотите помнить, будьте лайк, считайте, что не забыть Если вы хотите помнить, пожалуйста, устрасте Вот мы что-то попало на дроби Если вы не знаете, то не забыть Можно изучать умение технику И еще разуме So, here are... or to eat something special you should go to restaurant but first you should know how to book the table if you have a spotlight 6 please go to page number 92 or if you haven't try to listen attentively and remember so here are some useful phrases you know to book a table the first phrase I'd like to book a table please I'd like to book a table please я бы хотел забронировать столик the next one when would you like it for when would you like it for на какое время или на когда for how many people for how many people сколько человек we'll be for we'll be for нас будет четверо for tomorrow evening at 9 p.m. for tomorrow evening at 9 p.m. на завтра на вечер на завтра на 9 вечером could I also have a contact number could I also have a contact number можно мне ваш контактный телефон или можно мне ваш номер телефона what name should I book it under what name should I book it under and the last one you are welcome you are welcome пожалуйста now you can see a dialogue let's read the dialogue and complete the task so the thing we are to find out from the dialogue name contact number and amount of of people date and time please do your best you have several seconds to complete the task now let's check so the name stevens the contact number five six nine eight four seven seven people for date Thursday and time 7 p.m. now you are going to listen to the dialogue be very very attentive and mind your pronunciation English in use nine exercise one page 92 hello I'd like to book a table please certainly when would you like it for for Thursday evening at 7 p.m. Thursday evening March the 25th for how many people will be for two children certainly sir what name should I book it under stevens that is s-t-e-p-h-e-n-s stevens right could I also have a contact number sure it's five six nine eight four seven seven so that's a table for Thursday evening March the 25th thank you mr stevens you're welcome so here we have a dialogue between customer and host the words of the customer hello I'd like to book a table please здравствуйте 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 я бы хотел забронировать столик certainly when would you like it for конечно же на какую дату for Thursday evening at 7 pm на четверг на 7 вечера Thursday evening the 25th of March for how many people the next you will be for two children will be for two children will be for two children у нас будет четверо двое детей certainly sir what name should I book it under Конечно же, сэр, на чье имя забронироваться. Стивенс, that is S-T-P-H-E-N-S. So here you should spell your name. Стивенс, right? Could I also have a contact number? Стивенс, хорошо. Могу ли я записать ваш номер телефона? Sure, it's 5-6-9-8-4-7-7. Мой номер телефона 5-6-9-8-4-7-7. So, that's a table for you for Thursday evening, the 25th of March at 7. Thank you, Mr. Стивенс. Итак, здесь еще раз повторяется информация, да? Какой столик заказал гость? Столик на четверг, на вечер, на 25-е число, в 7 часов вечера. И его благодарят. Thank you, Mr. Стивенс. You are welcome. Пожалуйста. So, try to act your own dialogue with your friend or classmate at home. I wish you good luck. Goodbye. Bye. Здравствуйте, дорогие шестиклассники. Предлагаю вам продолжить изучение общества знания, главы, которая касается нравственных основ жизни, и тема нашего сегодняшнего урока очень важная и интересная. И называется она «Будь смелым». Сегодня на уроке мы с вами разберем смысл основных понятий, таких как, что такое страх, фобия, смелость. Мы посмотрим, каковы причины страха и в чем он может проявляться. Но самое главное и самое важное для нас – это определить, что такое смелость, как может стать человек смелым, нужна ли смелость в жизни человека. Страх. Наверное, нелегко найти человека, который в своей жизни никогда бы не боялся. Мы всю жизнь чего-то опасаемся, у нас всю жизнь преследует какой-то страх. Боятся и животные. И даже существует такое выражение «животный страх», которое означает очень сильный спух, такую огромную боязнь. Помимо понятий «страх» и «смелость», я хочу, чтобы вы понимали и такое понятие, такой термин, как «фобия». Фобия – это постоянный страх за что-то. Фобии иногда перерастают даже в психиатрические, психологические расстройства. Откуда же произошел этот термин, откуда произошло это слово? Оказывается, в древнегреческих мифах говорится о том, что от брака Афродиты, богини любви и красоты, и Ариса, бога войны, родились два таких страшненьких сына. Это был Демос, что в переводе означает «ужас», и Фобос, что в переводе означает «страх». Значит, еще в те времена страх, ужас, фобии уже существовали. Я хочу, чтобы вы записали слово «фобия», что означает «страх», «постоянная боязнь чего-либо» и «психическое расстройство человека». Таким образом, страх – это очень неприятное, негативное внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Конечно, ни один человек не хотел бы постоянно испытывать страх, но это, к сожалению, происходит. Но давайте с вами подумаем. Страх – это только вредное состояние или оно несет что-то полезное? Ученые исследовали этот вопрос, и оказалось, что страх служит предупреждением, что страх помогает человеку понять какие-то причины какого-то явления, подготовиться, найти выход из какой-то неприятной ситуации. Не будь страха, скорее всего, человечество было бы беспечно, и, скорее всего, человечество бы уже погибло. Давайте рассмотрим картину замечательного русского художника Брюлова «Последний день Помпея». Это город, который был снесен с лица земли во время извержения вулкана. И художник донес вот то состояние страха, о котором мы сегодня с вами говорим до нас, через средства изобразительного искусства. Давайте посмотрим на этих людей, на их позы, на их жесты, на их лица. Они испытывают не просто страх, они испытывают ужас. Но одновременно, что нам хотел донести художник? Посмотрите на этих людей. Люди не просто в ужасе куда-то бегут, стоят, кричат или плачут. Эти люди что-то делают. Что они делают? Одни несут старика. Это или раненый, или немощный может быть их отец, которого они хотят спасти. Мужчина оберегает свою семью. Другой мужчина помогает беспомощной женщине. Значит, люди как-то по-разному себя ведут во время страха. По-разному. И тут мы переходим к такому понятию, как смелость. Вопрос главный, который я хотела бы вам задать, и над которым вы подумаете дома. Можно ли преодолеть страх? И тут на первый план выходит такое понятие, как человек, личность. Конечно, страх можно преодолеть. И перед лицом страха люди научились действовать решительно и смело. Это отличает человека от другого любого живого существа. Что же такое смелость? Как определяют, кто такой смелый и что такое смелость в словарях? Смелый – это неустрашимый, безбоязненный, отважный, храбрый и решительный человек. И больше всего мне нравится определение такое. Смелый – это тот, кто не поддался страху, сумел его победить. Известный русский писатель Куприн написал очень хорошую фразу, которая выражает суть поведения человека, когда он чего-то боится. Куприн сказал, все одинаково боятся. Только один весь раскисает, а другой держит себя в руках. И видишь, страх-то остается один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Это все, что я вам рассказывала, все интересно и хорошо, но это как бы все в теории. Давайте перенесемся в нашу жизнь и посмотрим на практике, существуют ли по-настоящему смелые люди. Когда я составляла вот эту презентацию, можно было найти огромное количество фотографий различных героев и нашего времени, и предыдущих времен. Я выбрала вот эти три из разных эпох, но действительно смелых людей. Например, Алексей Моресьев, знаменитый летчик, который во время крушения самолета потерял обе ноги. Тем не менее, он восстановился, он ходил на протезах, и свою мечту быть летчиком он все равно продолжал осуществлять. Знаменитый русский полководец Суворов не проиграл ни одной битвы. В детстве был слабеньким, хиленьким, болезненным, но поставив себе цель, он от нее не отказался. Стал закаляться, изучать военную литературу, стал полководцем с неординарными решениями, которые всегда приносили победу. Наш знаменитый первый космонавт Юрий Гагарин. Наверное, страшно находиться в космосе, в неизвестности одному в корабле, но это был по-настоящему смелый человек. Но это люди, которые жили когда-то, а сейчас... Но вернемся еще раз в прошлое, посмотрим. Вот этот слайд посвящен детям, таким, как вы, такого же возраста, которые попали в экстремальную обстановку, в обстановку Великой Отечественной войны. И многие из них, боясь ужасно за себя, за свою жизнь, за свою семью, стали героями. Они преодолели свой страх ради своих идеалов, ради своих семей, ради своей Родины. Но и сейчас есть дети, такие же, как вы, а иногда и поменьше, которых каждый год награждают медалями и присваивают звание Героя России. Это дети, которые совершают подвиги сейчас. Кто-то вытащил своего друга из полыньи, кто-то вынес сестренку из пожара, кто-то остановил преступника. Это настоящие смелые люди. Это герои, хотя они и дети. Таким образом, я хотела бы вам сказать, что смелыми не рождаются. Смелость воспитывается. Об этом вам надо очень хорошо подумать. Умение овладеть собой перед лицом страха – вот главное свойство смелого человека. Но это приходит не откуда-то сверху. Это зависит от самих вас, от вашего самовоспитания, от тех ценностей, которые вы у себя сможете развить, от тренировок, не пройти мимо, помочь, победить зло и так далее. И заканчивая наш сегодняшний разговор, я надеюсь, что он был для вас полезным и нужным, предлагаю вам выполнить домашнее задание по учебнику «Общество знания 6 класс» под редакцией Боголюбова. Прочитать и пересказать параграф 11, уметь раскрывать понятие страх, смелость. И самое главное, найдите, пожалуйста, информацию, напишите рассказ о современном смелом человеке. Это может быть ваш родственник, может быть ваша мама или папа, может тот, кто рядышком с вами. Спасибо за внимание. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова